Автора этих картин Александра Гунзенова Александр Васильевич Гунзенов родился в Бурятии После службы в армии остался во Владивостоке В Артеме выставляется впервые До этого персональные выставки проходили в Улан-Удэ, Иркутске, Харбине, Макао, Катконге Некоторые его работы хранятся в музеях и частных коллекциях Как в России, так и в зарубежных странах В основном азиатских Исповедуя религию в буддизм Художник Гунзенов стремится привнести его в почти каждое свое полотно Так он видит картину мира Самую дорогую для него не по финансовым затратам А для души и сердца привез в Артем Она называется «Сто восемь будд» Это для вас самая дорогая картинка? Ну, для меня, да А чем она вам так дорогая? По вере или по... По вере, наверное, по вере Потому что китайский буддизм, чисто китайский Он немножко другой Там красно-шапочно называется Это желто-шапочно Гелук-па Там из Тибета идет Монголия И пришел на Бурятию Александр Васильевич долгое время жил и преподавал в Харбине Поэтому на его полотнах много харбинских православных храмов Не как культовых сооружений, а как исторических памятников У художника вообще особое отношение к китайской культуре Поэтому многие работы он сопровождает надписями Это просто пожелание Десять тысяч... Ну, они же китайцы такой народ, что годами не мерят Тысячами Десять тысяч лет жизни Пожелание просто Но по выражению лица Вот этого китайца, который здесь изображен Не скажет, что это доброе пожелание Нет, пожелание доброе Но это я ему желаю Как бы Доброе пожелание, отображенное в картинах Оставил художник и нам, пришедшим на выставку А для всех остальных она будет работать до середины декабря Так что насладиться эстетикой, колоритом и самобытностью автора Может любой желающий в картинной галерее Александр Наточев, Иван Петров, Егор Бондаренко Городские новости, Артемовский телеканал, Лента